друзья дорогие я вас приветствую в новом году с новым годом вас поздравляю и желаю обильные благословения от господа здоровья как говорится радости все это на своем месте но лишь благословение я верю от господа она при она принесет всеобъемлющее это сказать радость и счастье вашу жизнь поэтому будьте благословены от самого господа значит я поставил небольшую заметку такую картинку с таким текстом чем больше в человеке хорошего тем меньше плохого он замечает других и увидел что но вызвало некий резонанс эта картинка эта мысль хотел написать но потом подумал что многовато будет писать лучше вот так вот записать небольшую пару мыслей озвучить их у меня есть такое небольшое преимущество это сделать будет неплохо если вы тоже можете свои мысли и писать и может быть видео даже записывать значит вот что я думаю насчет этого я согласен с теми людьми которые говорят что христош тоже замечал и пророки замечали плохое других людях и говорили и значит ли что это неплохо они плохие люди нет это не значит вовсе начите высказано все таки вот такое что чем больше в человеке хорошего и меньше плохого он замечает другие не смысле скажем так что замечает а в смысле того что он говорит об этом вслух до замечать мы все замечаем и правильно что мы замечаем все даже детали какие-то плохие или хорошие но мудрый человек он знает что сказать и когда сказать а когда и где что промолчать христос он вообще очень много замечал в людях я представляю если бы мы много замечали в людях так как христос могли бы мы все это выдержать и знать мысли даже людей а вряд ли бы это мы смогли такую тяжесть такую ношу вынести поэтому бог и ограничил нас знание мысли других людей мы со своими мыслями ты не можем справиться зачастую но христос не всем говорил то что видел в них то что замечал вот фарисеям особым людям людям особого склада ума характера закостенелого ума который закостенели в своей скажем так высокомерие своих грехах своем превозношении над другими людьми они вовсе не готовы были оставить это каяться вот им христос говорил правду это я не думаю что всегда в определенных случаях но многим людям тоже грешным он такой не говорил хотя понимал что они могут быть делают те же грехи но с ними совсем по-другому разговаривал он наоборот их ободрял и говорил просто иди впредь не греши то есть видеть да мы можем и должны видеть здравомыслящий человек видит все и негативное но отмечает он положительное в людях мне вспоминается как рассказывали об одной женщине которая имела детей своих и вот она знала плюсы и минусы своих детей и у ее детей были друзья дружки не самые хорошие не самые положительные вот мне что я услышал об этой женщине что она всегда отмечалась замечала хорошего этих ребятах положительно и говорила им об этом она знала также негативное об этих ребятах и видела негативное влияние которое оказывает они на ее сына но она им говорила все положительно что есть у них это положительные планы какие бог имеет по отношению к ним я на слуху это им говорила и удивительно влияние она оказала таким образом на этих ребят дальнейшем так что я думаю в этом мудрость заключается замечать смысле говорить то есть как мы можем знать что человек заметил или не заметил то или иное тогда как он когда он это звучит мы не знаем что у него в голове когда он видит что-то хорошее или плохое но мы знаем тогда когда он это озвучивает не вспомнился рассказ одного человека одного брата который приехал сюда в америку и вот он изучал английский как то выражение говорить как то выражение в тех случаях или иных нужно говорить там в аэропорту ли при встрече при поступлении на работу и так далее какие обороты речи как правильно говорить связи с культуры здесь искать американской и вот как-то разговор зашел и у нее такой вопрос возник а как вот сказать человеку ли женщине что она полная и чтобы ее как бы не ранить не не горчить при этом чтобы это было тактично и корректно ему ответили вообще об этом и не нужно говорить она это и сама знает и действительно есть вещи которые не нужно говорить человек сам об этом знает или промолчать или сказать совсем другом месте и вот насколько мы наполнены хорошим положительным то мы можем замечать и отмечать других и мы имеем мудрость и знаем как это положительное умножить приумножить в той среде где мы находимся вокруг нас создать хорошую атмосферу в этом и мудрость состоит замечать хорошие отмечать хорошие замечать все но отмечать хорошие и обращать внимание свое и других людей на хорошим на положительном в этом и есть мудрость от бога да поможет всем нам господь видеть хорошее и всегда радоваться как написано в библии именно замечая приумножая хорошее мы будем иметь радость в своем сердце и поддерживать радостную хорошую атмосферу своем окружении благослови вас господь дорогие друзья с богом